В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Первым снегом за сутки в московском регионе выпало 4 сантиметра осадков. Были приняты все меры для того, чтобы этот снегопад не стал для нас неожиданностью. Видно, быстрыми темпами идет строительство подстанции скорой помощи. Все очень быстро, качественно, красиво. Выставка японской живописи открылась в центральной библиотеке. Понравились маки, вот те с золочением. Потом рыбки понравились и цветы понравились. Первый снег в регионе и сразу снегопад. За ночь выпала около 4 сантиметров. И по прогнозам синоптиков это только начало. До конца недели в Московской области высота снежного покрова превысит 15 сантиметров. И снег уже не растает, так как установились отрицательные температуры. Татьяна Бролова узнала, готовы ли коммунальщики к такому боевому началу зимы. Кто как о коммунальной службе зимы ждали. Техника, как говорится, была на низком старте. И вот первая возможность показать себя на деле. 15 ноября начался снегопад и в 9 вечера на дороге вышли снегоуборщики. В 6 утра началась основная уборка последствий снегопада. Работа, по словам заместителя генерального директора МБУ благоустройства Дмитрия Черкасова, будет вестись в три смены. Были приняты все меры для того, чтобы этот снегопад не стал для нас неожиданностью. Техника готовилась заранее. Был определенный чек-лист, по которому техника подготавливалась к данному мероприятию. На протяжении предыдущего месяца мы готовили как технику, так и посыпочные материалы различные, так и людей настраивали на работу. Администрация округа будет держать вопрос уборки снега под контролем. Ежедневно проводя мониторинг территории, реагируя на звонки и жалобы жителей в соцсетях, находясь в контакте с руководителями МБУ благоустройства. Сейчас у нас на маршрут вышла 41 единица рабочей техники, которая будет способствовать надлежащему асфальтобетонному покрытию, будет следить за чистотой и отсутствием снега. С утра техника зашла и во дворы. Пока чистить снег несложно, нет больших наледей. Единственная помеха – припаркованные автомобили. На данный момент в МБУ благоустройства трудятся 250 человек, но набор сотрудников для работы в зимний период продолжается. Татьяна Брылова, Виктория Филатова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Члены полицовета местного отделения «Единой России» побывали в Видновской гимназии и проверили качество горячего питания. Мониторинг проходил в рампах реализации партийного проекта «Новая школа». Галина Житкова подтверждает – было вкусно. 850 детей получают бесплатные завтраки в Видновской гимназии. Это малыши из началки и льготные категории старшеклассников. На перемене в 9 часов 10 минут в столовой появляются любопытные мальчишки и девчонки из первых и вторых. Доброе утро, ребят! Приятного аппетита вам! Ребята из первого Д-класса опередили всех. Многим было интересно, что вкусного сегодня для них приготовили. Угодить Афоне Иванову довольно просто. Мальчик любит чай, который всегда есть на столе. Тебе нравится приходить сюда, в школьную столовую? Что-то вкусное все равно находишь для себя? Да. А что? Расскажи, что больше тебе нравится? Каша. Каша какая? Может, там какая особая? Любая. Сегодня в меню школьной столовой творожный пудинг с вишневой подливкой, бутерброд со сливочным маслом, яблоко и чай. Мне больше нравится всего вот эта запеканка. Часто дают? И может быть, с какими-то другими ягодками хочешь? Мне и так нравится. Вот выставлены у нас дополнительные порции организовывают наши повара. И учитель по запросу ребенка с удовольствием берет и ребенок получает свою добавку. Мы всегда радуемся, когда дети едят именно каши, именно творожные запеканки. Потому что, к сожалению, наши многие детки не приучены, наверное. И такой продукт им не очень нравится. Члены Политсовета Единой России Татьяна Квасникова, Наталья Киселева и Анна Державина узнали у ребят, что они предпочитают на завтрак. В топе у многих гимназистов макароны с сыром, а каши и запеканки не особо приветствуются. А каши, кто любит кашу? Фиоризм, а еще кто любит кашу? Вы любите кашу? Вы же мальчики, вы мужчины будущие. Вы должны есть кашу. Каши дают силу. Мониторинг проходил в рамках реализации партийного проекта «Новая школа». Единороссы считают, что должна быть образовательная политика в плане формирования здорового образа жизни и правильного питания. И она уже в процессе реализации. У нас есть целые курсы, разговоры о правильном питании, здоровое питание, которые помогают детям как раз сформировать представление о том, что нужно есть, чтобы быть здоровым и сильным. На следующей неделе начнутся каникулы. В конце этого образовательного модуля гимназисты голосуют за качество питания. Гости вместе с ребятами подвели предварительные итоги. Да, только на пятницу. А так что в пятницу? Всего в Ленинском городском округе бесплатно получают завтраки около 16 тысяч ребят. Для всех школ действует единое меню, которое разработано в соответствии с требованиями, что предъявляются к детскому питанию. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ударными темпами в Видном возводится подстанция скорой помощи. Проинспектировать ход работ приехали представители местного отделения партии «Единая Россия» и депутатского корпуса. Их сопровождала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. В середине лета начались работы по возведению нового здания, где впоследствии расположится подстанция скорой помощи общей площадью почти 2000 квадратных метров. Уже сейчас видны очертания сооружения. В ходе реализации народной программы в рамках проекта «Партийный десант» проинспектировать ход строительства приехали представители местного отделения «Единой России». За этим объектом я слежу достаточно пристально. Темпы, честно говоря, ударные. Они рассчитывают закончить хотя бы основную часть до конца года. И я думаю, что они определенно точно добьются этих результатов. Представители партии «Единая Россия» пристально следят за ходом работ не случайно. Возведение подстанции – это реализация просьб и обращений местных жителей. Проект воплощается в жизнь в рамках государственной программы Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. Стройка действительно идет ударными темпами. Как сообщил представитель подрядчика, работа ведется круглые сутки. Сейчас на объекте трудятся 100 человек и 6 единиц строительной техники. В настоящий момент внутри помещения ведутся работы по прокладке различных коммуникаций. Совсем скоро начнутся отделочные работы. Здесь расположатся административные и хозяйственные помещения, кабинеты медицинских бригад, комнаты отдыха для водителей, столовая. На территории предусмотрены гараж, стоянка и технические площадки для обслуживания машин скорой помощи. Все очень быстро, качественно, красиво. Мы сегодня и в здании имели возможность зайти. Дорогие друзья, ждем. И я думаю, что эта радостная новость будет подарок к Новому году всем, кто живет в нашем Ленинском городском округе. Судя по темпам строительства, у сотрудников видновской скорой помощи есть все шансы исправить новоселье в озвученные сроки. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Социально ответственный бизнес – направление, набирающее обороты. Сейчас многие предприниматели активно занимаются благотворительностью. Так, на днях владелец магазина школьных принадлежностей «Канцпарк» подарил наборы для учебы и творчества детям из семей беженцев. Своими впечатлениями ребята поделились с Юлией Пагасьян. Свой первый магазин канцелярских товаров бизнесмен Павел Пальтов открыл в 2019 году. Точка уютно расположилась на втором этаже торгового центра «Красный камень» и сразу заслужила любовь покупателей. Идеей основателя была продажа качественных товаров по доступным ценам. Летом 22-го предприятие расширилось. Сегодня здесь можно встретить большой ассортимент школьных принадлежностей и наборов для творчества. Мы хотим, чтобы дети и взрослые в том числе пользовались качественными канцелярскими товарами, потому что это, а, приносит удовольствие, и, б, качественный товар, он делает красивым почерк, он помогает ребенку учиться в том смысле, что ребенку нравится этот процесс, он получает от него удовольствие и хочет заниматься этим дальше. Не отрываться от жизни округа, быть социально ответственным бизнесом. Еще один принцип работы магазина. Канцпарк неоднократно участвовал в разного рода благотворительных акциях. В конце лета, перед началом нового учебного года, предприятие предоставило более 30 школьных наборов для детей и семей беженцев. На днях мероприятие повторилось. Мы вас пригласили, чтобы подарить вам замечательные школьные наборы. От себя хочу вам пожелать, чтобы вы хорошо учились, радовали своих родителей отличными оценками. В этих наборах есть все самое необходимое для школы. В этот раз наборы для учебы и творчества получили 10 школьников. В каждой коробке – тетради, ластики, карандаши, ручки, альбомы и блокноты. Для мальчиков и девочек отличаются тематическим оформлением. Очень хороший набор. Спасибо большое. Мне кажется, с новым набором надо учиться на одни пятерки. Как думаешь? Согласен. Я буду хорошо учиться и у меня крутой набор. Сейчас видно уже два магазина концпарка. Второй находится в торговом центре «Галерея 9-18». Здесь всегда рады гостям. Ознакомиться с ассортиментом помогут опытные консультанты. Как отметил владелец сети, сюда люди приходят за хорошим настроением. Ведь от разнообразия и красочности товаров разбегаются глаза. Юлия Погазян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. ВиднетВ. Все любители японской культуры и живописи могут посетить выставку художницы Ирины Молодцовой в Центральной библиотеке. Она посвятила свою жизнь изобразительному искусству и постоянно совершенствуется в этом ремесле. На открытии экспозиции побывал Дмитрий Книга. В Центральной библиотеке открылась выставка художницы Ирины Молодцовой. В своих картинах она придерживается основ японской гравюры – минимализма, символизма и условности в изображении. А началось увлечение, ставшее делом всей жизни, с университетской скамьи. На лекциях истории искусств, когда увидела, услышала рассказ о японской гравюре, ну, это было более 40 лет назад, я в нее влюбилась. И болею этой любовью до сих пор, практически не изменяя этому направлению. На выставке представлено 60 работ. Среди них традиционные японские мотивы – цветы птицы, пейзажи, гейши, а также свитки и картины веера. Открытие экспозиции посетили любители живописи и поделились своими впечатлениями. Вообще, конечно, очень такое трогательное искусство, очень красиво, очень красиво, удивительно. Но сейчас Ирина Серденда сказала, оказывается, рисовая бумага, она бывает, оказывается, тонкая и плотнее. Я не знала. Тут надо подойти к каждой картине и, на самом деле, ее прочувствовать. Тут музыка способствует погружению. Ну, не знаю, девушки, конечно, красивые, природа. Понравились маки, вот те с золочением, потом рыбки понравились, и цветы понравились. Девушки. Да, и жанровая живопись тоже. Ну, в общем, все понравилось. Вся жизнь Ирины Молодцовой связана с японской культурой. Но, к сожалению, страну восходящего солнца художница до настоящего момента так и не посетила. Но все же не теряет этой надежды. Японец, который был на вернисаже и смотрел мои работы, сказал, что в прошлой жизни, скорее всего, я была в Японии и жила там. Я не сопротивляюсь этому. По словам посетителей выставки, дух и атмосфера восточной страны мастерски передана в представленных картинах. Особенно они отмечают количество мелких деталей в работах художницы. А когда вот здесь, в нашем городе, художница, которая интересуется этой темой, более 40 лет смогла представить свое творчество, слов нет, как это здорово. Выставка будет работать в библиотеке до 30 ноября. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.